здрасте вам сегодня расскажу про свой первый опыт ботулотоксина да я покинула ряды естественных как это говорят ах ты покинула ряды натуральных или что-то такое читала такой отзыв на самом деле считаю что это глупость да так думать и все зависит это все родилось от кучи мифов которые гуляют про ботокс на самом деле не так много людей делятся об этом естественными своими первыми живыми искренними впечатлениями потому что поверьте мне тысячи женщин и мужчин это делают но молчат вы даже не увидите что они это делают здесь если ты нашел хорошего врача девяносто восемь процентов успеха с инъекциям ботокса зависит от компетентности врача у меня был очень крутой игорь борисович это это врач которого приглашают на семинары для других врачей и он считается профи в своем деле поэтому я покажу вам результат действия не побоюсь этого слова и не побоюсь того что посчитают рекламы хорошего врача тут походу сразу отвечу для чего я это сделала ну во первых я считаю себя человеком публичным да хоть я снимаю дома я снимаю на камеру мне никто не платит за это деньги я не получаю гонорары которые бы мне хотелось но все же я подставляю свое лицо на широкую публику другие же женщины и мужчины возвращаясь к этому вопросу просто это делают и работу хорошего врача вы не увидите вы увидите работу на лице только неправильно вот это вот ощущение маски вот это вот видимость маски когда все лицо без движений когда теряется мимика когда теряется дееспособность мышц после ботокса то это обычный результат криворуких врачей ну либо же хорошо возьмем не криворуких мы возьмем но может быть неопытных недостаточно опытных если же у вас у вас врач классный то деятельность мимическая сохранится я вам сейчас покажу смотрите я делала на лбу но не весь лоб а делала только вот эти вот зоны после того как у меня стала проседать где-то после 30 я заметила века то не где-то неосознанно я в начале осознанно потом уже забыла да то есть это вошло в привычку ну я стала поднимать брови вот в результате здесь потом появились морщины все глубже и глубже словом были уку вот сюда инъекции были здесь вот под так называемые гусиные лапки и было два укола в подбородок для чего в гусиные лапки ну это самая популярная зона при которой делают ботокс при которой она показана сейчас вот я улыбаюсь максимально и вы видите да что маленькие морщинки есть но вот здесь вот крупных гусиных лапок нет видите я максимально нащурилась сколько можно качественный врач сделает рассчитает количество доз и правильность проколов и в правильные места таким образом что у вас небольшие морщинки чуть-чуть останутся останутся это придаст естественности но крупные морщины уйду но вся мимика вся подвижность скажем также возможность жонглировать лицом как мне говорят она сохранится следующий участок это вот сюда у меня узкие губы более того я имею дурацкую привычку выработанные еще с юность их поджимать когда они осознанно я не улыбаюсь да когда я не смеюсь когда я не контролирую лицо у меня получалось опускались уголки губ и сразу поджималась нижняя губа сильно поджимала верхнюю в результате обе губы становились плоскими и только игорь борисович мне сказал что сюда можно уколоть чтобы расслабить эту сильную мышцу другие докторам многие кстати это это ведь по всей видимости это очень сильный дефект который нам не виден и когда я общалась с другими врачами статистами а делаю это постоянно спрашивала что на ваш взгляд мне нужно в первую очередь многие мне советовали давай подправим форму губ давай их наполним филлером давай сделаем французские губы то есть это когда вот здесь вот здесь вот только наполняет давай там кон по контуру наполним и так разные были предложения но только игорь борисович мне предложил говорит вот сюда мы уколем и твоя губа к немножко расправиться то есть без заполнения без чего-либо ли и лишнего для того чтобы с одной стороны вы не поджимали нижнему подверг ну вот как это позволяет нижнюю губе выйти и стать пышнее больше в объеме также это увеличивает вертикальный длинник лица что улучшает я была приятно удивлена я еще раз покажу и мы сравним фотографии до и после вот это лоб я делала я делала первое фото сразу после процедуры я забыла сфотографироваться перед процедурой поэтому действие ботокса приходит примерно через две недели постепенно не сразу вот это глаза то есть моим гусиные лапки немножко еще поджимается губа нижняя поджимается поэтому я буду делать коррекцию дальше что касается по ощущениям вы знаете страшно вот очень страшно но в начале после того как врач начинает уже расспрашивать себя о противопоказаниях о твоих заболеваниях там ну вот эти вот стандартные врачебные вопросы которые обязательно должны быть конечно я проверила наличие аптечки противо шелковой прочих всех стандартных это в клинике есть я уже научилась и теперь уже не совершают таких ошибок как в видео которое вот здесь про фируловый пилинг у меня было посмотрите если не видели вот у меня есть было по всему лицу суммарно 20 единиц я смотрела видео сереже острикова про его первый ботокс это бьюти-блогер из москвы если вы не видели можете посмотреть его видео я оставлю ссылочку обязательно он говорил что ему в первый раз кололи 30 единиц я вначале удивилась пересмотрела снова это видео перед выпуском своего а потом думаю стоп где-то я слышала про что врачи негласно да говорят про то что мужчинам нужно при видосов примерно в два раза больше чем женщинам а спортсменам еще больше почему здесь зависит не столько дни по половому признаку сколько по возможности восстановления мышц то есть у мужчины мышцы сильнее это сильнее и они восстанавливаются быстрее чем у женщин у слабых рубкая тонич кожи и женщин вообще нужно мне вообще нужно меньше всего а у спортсменов у которых мало того что мышц сильные у них еще и обмен веществ очень очень быстрый да то есть выводится действие быстро то им нужно еще больше доз для того чтобы достигнуть такого же эффекта честно говоря нам с вами потребители меньше всего об этом нужно заморачиваться я рассказываю такие интересные факты только потому что я копаюсь них мне это интересно ну я думаю что интересно и вам но вообще наша самая главная задача это найти хорошего врача вот как найти хорошего врача я уже могу вам подсказать во первых смотрите обязательно отзывы других людей да на ютюбе сейчас не очень много но если вы захочете вы захотите вы сможете покопаться по крайней мере вы уже знаете сейчас двух врачей в киеве по моей рекомендации в москве по рекомендации сереже в других городах не знаю если есть такие видео я думаю что есть и будут появляться в дальнейшем тоже смотрите и отслеживайте результат то есть вы можете увидеть результат не просто по фотографии до который можно подшаманить по photoshop или что-то еще вы можете увидеть в динамике то есть я складываю вы видите я разговариваю и эстетичные в динамике дальше смотрите обязательно когда вы общаетесь с врачом не идите к первому попавшему не идите на процедуру ботокса только потому что салон у вас под домом или в там под работой идите по рекомендации когда вы же пошли допустим если у вас нет рекомендации ну что делать вашем городе хорошо расспросите этого доктора который будет вам колоть расспросите пусть покажет кейс своих работ не ведитесь на те отговорки что у него нет примера работ что якобы клиенты не соглашаются клиенты не соглашаются для интернета для личного архива соглашаются либо же если у этого доктора нет он либо кейса он либо новичок то есть ему еще пока некого было фотографировать либо же клиенты пусть даже их там было 10 20 но они не возвращались к нему больше то есть это было разовые клиенты это тоже знаете сомнительный результат если клиент не возвращается к своему доктору то значит руки у этого доктора не совсем для инъекционных процедур да может быть он хорош в других процедурах но не в инъекциях да вы посмотрите фотографии не недель не спешите делать процедуру прямо сейчас возьмите тайм-аут придите домой и посмотрите в интернете по запросам ботокс картинки да зайдите google картинки посмотрите нет ли там этих фотографий то есть я к чему говорю не с интернета ли взяты эти фотографии вот его про что да действия ботокса сохраняется как минимум три месяца если что-то будет сделано неправильно как минимум три месяца будете с этим ходить максимальное действие вот знаете везде почему-то в рекламных буклетиках пишут действие сохраняется год и даже два это неправда на самом деле в среднем год может держаться при условии если вы не играете лицом серёжа опять-таки острикова тоже у него три месяца продержалась по его словам и все действие потом пропало это минимальный срок но максимальный пограничный оказался для нас меня Игорь Борисович предупредил что действие будет держаться тоже три месяца на сегодня все с вами была Оксана Терехова заходите ко мне еще ставьте лайк если это было видео вам полезно делитесь ним в социалках задавайте вопросы рассказывайте в комментариях свой опыт от инъекции ботокса а мы увидимся в новых видео всего доброго пока пока